С главными событиями дня в студии Надежды Литкова. Здравствуйте! Стабильное увеличение надоев, расширение доли на местном рынке сбыта и строительство производственных площадей. Руководители и работники Немецкой агропромышленной компании встретились с главой региона и рассказали об итогах работы фермы в 2016 году. Главным своим достижением предприятие считает финансовое обеспечение строительства телятников в Тельвицке. Новые корпуса позволят увеличить поголовье дойного стада и довести объемы производства цельного молока до 8 тонн в год. 5286 литров. Столько молока дает одна дойная корова в год. Для заполярного региона показатель хороший. Секрет у животноводов один – качественное питание подопечных. У нас сейчас кормов больше, и мы кормим по поедаемости. Сколько коров съест, столько мы накормили. У нас сено, сенаж. Ну и в сырую погоду получается силос, хотя мы по технологии не должны его силос делать. Но раз сырая погода, значит, когда нет выхода, мы делаем этот силос, и он для коров-то идет положительно, он увеличивает молоко. Стабильное увеличение производимого молока – совместный продукт двух отделений в Наринмаре и Оксино. Сегодня на прилавках магазинов весь ассортимент продукции, включая сливочное масло в новой упаковке. Игорь Кошин отметил, предприятию необходим грамотный маркетолог. Продукция компании хоть и пользуется спросом, но пока не способна потеснить на прилавках привозные товары. Видим на полках и йогурт, и творог с длительными стоками хранения, непонятно чей, непонятно какой. Понятно, что мы торговли, мы же можем заполнить все это своими. И сложно мы это сделать. Увеличить производство сметаны, творога и другой молочной продукции возможно. Сухое молоко предприятие не использует принципиально, за исключением йогурта. Поэтому рост возможен за счет больших объемов молока. В новом году генеральная задача аграриев – начать строительство телятники в Тельвиске. К концу мая будет объявлен конкурс, это уже в конце июля мы получим подрядчика, кто будет исполнять это. По финансовому состоянию 50% денежных средств у нас сегодня на телятника собственных есть. Если он будет строиться два года, будем смотреть. Кредитную линию нам банк ВТБ открывает, то есть финансово он обеспечен. Теперь только конкурс, подрядчик и кто будет это строить, делать. Увеличение производимого молока позволит в том числе периодически снижать цену на товар. Накануне компания порадовала горожан очередным летним ценником на некоторые виды товаров. Красная цена будет действовать до сентября.